Здравствуйте! В эфире выпуск в студии Вера Ионкина и о главных событиях к этому часу. Дело ЮКОСа вновь в центре внимания СМИ. 50 миллиардов американских долларов должна выплатить Россия в пользу бывших акционеров нефтяной компании. Такой вердикт накануне вынес Гаагский суд. Впрочем, Москва намерена спорить данное решение, поскольку оно идет в разрез с позиций Европейского суда по правам человека. Напомню, Тайм-станция еще в сентябре 2011 года полностью отвергла обвинение в адрес Российской Федерации политической мотивации и репрессивном характере преследования компании ЮКОС. В ЛДПР уверены, что подобный вердикт некогда уважаемый Гаагский суд вынес под давлением Вашингтона. Любое решение, которое направлено на то, чтобы нанести удар по экономике Российской Федерации, оно будет восприниматься Америкой очень благожелательно. И мы знаем прекрасно, что уже никаких мировых независимых институтов не существует. Сегодня все эти страны, находясь под жестким протекторатом США, будут принимать любые решения, в том числе и судебные инстанции, которые будут от них требовать заокеанские хозяева в США. Поэтому Россия на сегодняшний момент приняла такие нормы законодательные, согласно которым наше законодательство имеет главенствующую роль над международным правом. И, конечно, надо иметь меньше уязвимых мест, поменьше недвижимости у элит за рубежом, поменьше счетов иметь, каких-то средств, которые могли бы представлять ценность для государства, чтобы их никто не смог арестовать. Поэтому ничего там выплачивать, естественно, не нужно. И выполнять этих дурацких решений не нужно. Потому что сегодня только лениво не потребовало от Российской Федерации. Какие-то чудаки польские требуют каких-то репараций, еще какие-то государства пытаются потребовать у нас территории. То есть сегодня Российской Федерации, наверное, надо на примере какого-то государства все-таки оскалиться, ощетиниться. И, наверное, жестко ответить, что всем остальным было уроком. Власти Сингапура ввели наказание за нарушение домашнего карантина для вернувшихся из Китая граждан в виде тюремного заключения на срок до шести месяцев. Глава Роспотребнадзора в связи с эпидемией коронавируса также предложила наказывать людей, нарушающих карантинный режим. Аналогичное предложение сделал Владимир Жириновский. Политик заявил, что намерение внести в Госдуму законопроект есть, который наделит главных санитарных врачей в регионах дополнительными полномочиями. Продолжательский коронавирус – дисциплина. Мы, наверное, обязательно внесем поправку расширить права санитарного врача. В каждом субъекте он есть, главный санитарный врач, чтобы он имел право закрывать предприятия, останавливать какие-то производства и наказывать тех, кто нарушает режим карантина. Это может быть административный арест 5 суток, 10, 15, 20. Не ходишь в хорошие больницы, одна из лучших больниц, Боттинская в Петербурге, тогда в СИЗО нарушение режима карантина. Надо дать право санитарному врачу обращаться в суд. Через 2 часа отвезли в СИЗО. Хорошее питание, изоляция, тебя же спасают от возможной инфекции, а ты хочешь ее распространить по всему Петербургу. Это вот анархическое поведение, не годится. Госдума приняла сегодня во втором чтении законопроекта расширения программы материнского капитала. Теперь эти средства можно использовать также и на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом земельном участке. Кроме того, семьи, где родился первый ребенок, смогут получить от государства сертификат на 467 тысяч рублей. Во втором чтении будет рассмотрен проект закона, подготовленный комитетом по делам семьи. Речь идет об использовании средств материнского капитала. В первом чтении законопроект фракции ЛДПР был поддержан. Речь идет о возможности дополнительно использовать средства материнского капитала для строительства или для реконструкции жилья на землях, которые предназначены для ведения садоводства. Мы поддержали, и во втором чтении эта норма сохраняется. Кроме этого, расширяется программа материнского капитала. Президент в своем послании к федеральному собранию обозначил ряд социально значимых, важных предложений. Мы всесторонние во фракции ЛДПР это поддерживаем. Соответственно, поправки ко второму чтению также мы поддержим, и текст второго чтения также мы поддержим. Речь идет о том, чтобы материнский капитал с 1 января 2020 года выплачивался и на первого ребенка в размере чуть больше 400 тысяч рублей, и на второго и последующих детей чуть больше 600 тысяч рублей. Мы считаем, что это стимулирующая мера, серьезная мера поддержки для семей, кто планирует завести детей, или кто имеет одного или больше детей и хотели бы количество членов семьи увеличить. Эти меры поддержки будут направлены в том числе и на решение вопросов, связанных с изменением жилищных условий, с возможностью потратить средства на погашение ипотеки, на образование детей, на обеспечение здравоохранения для детей. Поэтому мы всячески поддерживаем и то, что предложено было в рамках послания, и возможность использования средств материнского капитала для того, чтобы реконструировать, либо строить жилье на землях, которые предназначены для ведения садоводства. Кроме этого, я напоминаю позицию фрагств ЛДПР. Мы считаем, что необходимо рассмотреть возможность и использовать средства материнского капитала для того, чтобы решать вопрос приобретения автомобиля, хотя бы для семей, которые имеют ребенка-инвалида. Это не роскошь, это действительно необходимость, и определенные критерии можно было бы ввести и такое право за семьей закрепить. В Госдуму внесен законопроект, который заставит фармацевтические компании наносить маркировку на опасные для автолюбителей лекарства. Авторами данной инициативы выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, депутаты ЛДПР Ярослав Нилов, Борис Пайкин и Андрей Свинцов. Сегодня соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы. В фракции ЛДПР был подготовлен и внесен проект закона сегодня в Государственную Думу. Мы предлагаем с учетом вновь открывшейся дискуссии и выявленных фактов, явно которые не вписываются никак в границы здравого смысла, связанные с тем, что водители за рулем не могут употреблять ряд медикаментов, которые продолжительное время могут находиться в организме человека. Мы внесли соответствующий законопроект, и мы предлагаем, чтобы все инструкции тех лекарственных препаратов, в которых содержатся запрещенные вещества для водителей, чтобы эти инструкции в обязательном порядке содержали информацию о том, что водителю недопустимо управлять транспортным средством, и привлекали внимание наличием специального знака, который устанавливается в правилах дорожного движения. Известный для всех водителей знак въезд запрещен, или, как в народе его называют, знак кирпич. Чтобы этот кирпич либо в черно-белом варианте, либо в цветном варианте присутствовал обязательно в инструкции. Кроме этого, учитывая то, что определенное время нельзя управлять транспортное средство после употребления соответствующего препарата, мы предлагаем, чтобы в этой инструкции указывалось, в течение какого времени за руль садиться нельзя после употребления соответствующего лекарственного препарата. При этом обращая внимание, что у водителя могут отсутствовать любые клинические признаки наркотического опьянения, они, естественно, отсутствуют после употребления, например, того же корвалола. Но в течение продолжительного времени после употребления корвалола за руль садиться нельзя, и такого водителя могут привлечь к административной ответственности, оштрафовать, лишить прав, а не дай бог произойдет дорожно-транспортное происшествие, когда будут признаки уголовного преступления. Так вот, наличие таких препаратов в крови могут серьезно повлиять на итог рассмотрения дела в суде. Поэтому мы, как фракция, которая защищает права наших автомобилистов, автолюбителей, обращая внимание на абсурдность существующей ситуации, и просим информировать наших граждан, кто садится за руль, о том, что эти препараты употреблять опасно, недопустимо, запрещено, в том числе и определенный срок после того, как этот препарат был употреблен конкретным водителем, обладая конкретной массой тел. Накануне были опубликованы данные разведки о крушении малайзийского Боинга под Донецком. Из них следует, что военная разведка Ниндерландов не знает ни об одном комплексе БУК рядом с местом гибели лайнера. В отчете спецслужбы отмечается, что самолет перед попаданием в него ракеты находился вне зоны досягаемости всех украинских и российских БУКов. Средства наблюдения сегодня настолько совершенные. Соединенные Штаты Америки, как основной член блока НАТО, имеют спутниковые системы, которые позволяют до десятых доли квадратного метра рассматривать площадь. Поэтому, если на территории того или иного государства ведутся боевые действия, то всегда эта территория находится под пристанным вниманием разведки, в том числе и спутниковых систем. Поэтому, если бы были какие-то неопровержимые видео, фотодоказательства, наличие БУКа, который приехал с российской стороны, как они это предполагали, и, естественно, запуск ракеты оставляет след, то, конечно же, все это было зафиксировано бы и уже было бы предъявлено. Так как изначально не было никаких фактов и доказательств по причине того, что обвинения все были беспочвены в адрес Российской Федерации, все это было очень-очень затянуто. Очень долго не пускали туда специалистов, очень долго не могли передать черные ящики, очень долго собирали обломки самолета. То есть максимально долго тянули, чтобы посторонние всю эту территорию, которая была усеяна уликами, вытоптали. То есть все сделано для того, чтобы остались не какие-то факты, а доказательства, остались только догадки. И мы видим, что Соединенные Штаты Америки, проводя какие-то пресс-конференции по обвинению того или иного государства, используют какие-то фотографии или видео из социальных сетей. То есть полпалец потолок высосан из пальца, и потом пытаются это все предъявить в качестве непровержимых доказательств. То есть какие-то картинки или детские книжки, и как это у них, комиксы, американские комиксы. То есть сами нарисовали доказательства, сами на них и опираются. А то, что разведка не обнаружила, не подтвердила, государство, которое, как никто другой, заинтересовано в том, чтобы информация была достоверна, государство, которое заинтересовано в том, чтобы докопаться до истины, в интересах своих граждан, и учитывая память погибших, не может улгать. А если голландская разведка не обнаружила никаких букв, то я думаю, что на их показания, на их результаты расследования можно опираться. Выставка памяти и уважения. В четверг врачу-правозащитнице и филантропу Елизавете Глинке исполнилось бы 58 лет. В день рождения доктора Лизы в Москве распрохнет свои двери музей ее имени. А в преддверии этого события в стенах Госдумы открылась экспозиция, организованная благотворительным фондом «Доктор Лиза». Основу выставки составляют фотографии Елизаветы Глинки, иллюстрирующие работу и миссию, которым она посвятила жизнь. К этому часу у меня все новости. Прямую трансляцию эфира вы можете смотреть на официальном YouTube-канале ЛДПР-ТВ. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...